здравствуйте дорогие телезрители мои любимые афонтовцы и не менее любимые подписчики на канале youtube голова садовая тетя тань спасибо вам что смотрите я вас очень люблю и сегодняшняя тема посадка чеснока под зиму именно озимого чеснока вот он обработан всем чем можно и нельзя он отлежал положенное время в карбофосе он отлежал положенное время в максиме то есть и от вредителей от трипсов у чеснока трипсы у гладиолусов трипсы у лука луковая муха и от болезней а болезни у чеснока и лука во просто завались поэтому максим крайняя необходимость если трипсов у вас может и не быть в чем я сомневаюсь то уж этого то добра белые серые гнили всевозможные там ой даже выговорить не могу фузыриоз например вот любимая болезнь никогда после картофеля не высаживайте чеснок он обязательно заболеет так приготовлена грядка для чеснока она очень узкая на ней будет всего два ряда чеснока 2 потому что чеснок как и все остальные культуры не любит когда тесно понимаете и опять посадка будет несколько необычной смотрите внимательно вот возьмем чеснок я выбрала самый крупный самый лучший никогда самое плохое на семена не выбирайте и я его кладу на бочок примерно так же как лук только расстояние оставляю побольше видите сантиметров 12 а то и 15 ну так вот мне хочется проверено годами что слишком плотная посадка хорошего урожая не дает значит в грядку под перекопку было обязательно внесено большое количество золы это минимум пол ведра на квадратный метр посчитали метры и внесли перекопали под грабли внесите комплексное овощное удобрение и вот так слегка прижимаем не надо глубоко а вот теперь разложив чеснок в оба ряда оставьте его в покое часа на два на три и не попейте чаю покопайте что-нибудь поубирайтесь на участке сходите в теплицу переберите помидоры соберите лук который еще не собран но оставьте его в покое пускай он на солнышке пролежит часа два-три вот так написано в рекомендации одного замечательного огородника который жил в позапрошлом веке а теперь я беру свою любимую тяпку да вот она такая у меня красавица ей уже лет 30 я ее беру в руки только тогда когда мне нужно сделать гребни или уж что-то там такое невероятно окучивано а кучи вае-мо-е значит и делаем гребни так же как у лука засыпаем чеснок вот видите мои два ряда абсолютно спокойно войдут на эту грядочку но обратите внимание что здесь сделаны бортики у грядки сделаны бортики вот так будет выглядеть один ряд бортики зачем на грядке а для того чтобы поступающая влага с неба она оставалась вот в гряде и грядка должна быть совершенно ровный чтобы не скатывалась туда в один край и чтоб не скатывалась сюда или вообще не скатывалась все на межи это неправильно особенно в первые там недели жизни наших растений влага должна либо это поливка либо это дождь либо это снег не важно должна оставаться там где у нас растут растения значит этот бортик ну да он конечно к лету исчезнет практически но и растение не будет требовать столько влаги вы можете поправлять ее неоднократно вообще не вопрос значит но вернемся к чесноку чеснок если вдруг взойдет осенью но не торопитесь вы его вырвать оставьте вы его в покое наступит все равно достаточно холодная погода он остановится в росте но он не пропадет его главная задача сейчас не просто быть посаженным а вы должны успеть до наступления отрицательных низких температур и это должно быть не менее трех недель если он не выпустит корни вот здесь он не перезимует а если выпустит корни то перезимует если земля будет влажной и холодной он выпустит корни если будет теплый он выпустит вверх то есть перо вам что надо чтобы он выпустил правильно корни и поэтому если вдруг теплая погода а вы садите чеснок ну вам просто некогда ну я же понимаю но прикройте вы ботвой морковки ботвой свеклы листьями капусты от перегрева почвы и пускай все это остается до весны нет в этом никакого греха и ничего страшного но рано весной вы должны обязательно как можно раньше приехать на дачу и по чесноку и по луку и по посевам морковки раскидать мочевину из расчета 1 столовая ложка на 1 квадратный метр все же просто и помните что лук и чеснок поливать придется первые две недели также как отливаете капусту это очень важно это просто архи важно запомнили я надеюсь что да выбирая чеснок всегда смотрите какая у него чешуя видите фиолетовая это значит что в холодных регионах он будет себя хорошо чувствовать белый чеснок китайский есть великолепные сорта но он у нас не может никак пережить зиму он даже осень-то холодную с трудом переживает поэтому выбирая чеснок всегда фиолетовый ну или сиреневый хотя бы это все будет хорошо расти я вам желаю хорошего урожая и доброго здоровья провин а